Привет, друзья, с вами Торвальд. Кто хочет сразу интересное, то я вам написал время, проматывайте видео дальше, там будет вкусное. А пока я кое-какие вещи пообъясняю. Значит, первое, по поводу замыливания лиц. У многих людей были возражения, что мол, да нет, если там как-то где-то одна фотка, то ничего страшного не будет. Вот так выглядит, пожалуйста, YouTube, справка YouTube, подача жалоб о нарушении конфиденциальности, ваше изображение. Видите, вот тут написано. Если вы нажимаете на эту кнопку, попадаете на анкету, заполняете ее и, пожалуйста, все отсылается, там человек банится. То есть, так это не прокатит. Если человеку не нравится, что он у вас в видео, он может, и я могу, вот, каналы, которые там мое изображение используют, какие-то приколы делают. Мне не надо даже паспорт. Вот, ну, то есть, подтвердить, что я, это я, наверное, нужен паспорт, но, как бы, видео, ну, то есть, как вообще изображение мое, да, лицо мое, где-то оно есть, я могу их заблокировать. Просто мне насрать, да. А кому не насрать, тот может жалобу на меня кинуть, у меня будет страйк. Мне это не надо. Следующее. По поводу каких-то возражений, что физиогномика это, мол, не наука, а псевдонаука и, ну, так написано на Википедии. Дело в том, что ко мне очень много людей уже пришло в личку и спрашивают, где я учился в физиогномике и куда я посоветую идти, какие книги читать, какие лекции смотреть. Я всем объясняю и вам объясняю. Я никогда в жизни не держал в руках ни одной книги по физиогномике и никогда в жизни не ходил ни на одну лекцию и никакие черты лица с линейками никогда не вымерял. Я просто с 12 лет занимался психологией, изучал людей, в первую очередь их поведение, эффективное общение и так далее. Внутри и в себе разбирался, в других разбирался и, ну, со временем пришел к пониманию каких-то вещей. Потом я очень много консультировал, ну, вернее, потом я очень много работал с людьми, то есть, ну, тысячи клиентов суммарно, там, за несколько лет работы. Потом очень много консультировал людей, они рассказывали мне свои случаи, выворачивали душу наизнанку. И от такого большого опыта, как бы, постепенно уже приходит такое понимание, смотришь на человека и его чувствуешь. Поэтому я просто, как бы, вижу людей и оно совпадает с реальностью. То есть, у меня никаких проблем нет, когда ко мне обращаются, пожалуйста, зайдите ко мне в контакт, у меня там выложены, как бы, там, скрины переписки, да, где люди говорят, опиши человека и говорят, боже, все в точку, да, все отлично. То есть, не я придумал называть это физиогномикой, я просто умею что-то. А кто-то называет это физиогномикой, кто-то линейками меряет лица, где-то на Википедии написано, что это псевдонаука, вы поняли. То есть, и человек, который писал, вы же поймите, Википедия пишется людьми, человек, который писал, он не умеет этого, и для него вполне возможно, что это псевдонаука, понимаете. И у него, там, примеры какие-то негативные были. Ну, а у меня получается, как бы, все в порядке. Значит, следующее, по поводу преподавания физиогномики. Ну, я сам пришел к этому за много лет. Люди, которые ищут волшебную таблетку, иногда меня улыбают, под плохое настроение бесят. То есть, не думайте, что можно оплатить какой-то курс лекций и за месяц, там, научиться, или за пять лекций, или за полгода можно научиться. Хрен с маслом, ребят. Серьезно, я бы очень хотел, я бы вам желал, да, но хрен с маслом. Вам же хочется, как, быстренький курс и встали и пошли повелевать людьми, быстренько, да, так не бывает. То есть, много-много лет. И еще, мне вот написал на днях, да, в личку человек, который занимается этим профессионально, у него сайт, он за тысячи и тысячи рублей, там, услуги оказывает, да, людей и сводит вместе, там, и определяет, там, составляет психологические портреты, там, и так далее. Он сказал, что он по лицу может прочитать, что у человека камни в почках и что у него рак. И он сказал, вот, когда я обронил фразу, что я не собираюсь преподавать физиогномику, он говорит, я знаю, потому что я прочитал это по твоему лицу. Я, говорит, 13 лет занимаюсь этим, и вот, ну, я все по лицу читаю. Тем не менее, он был очень навязчив, раздражал меня, меня бесило его общение, я никак не мог прекратить этот разговор, он очень сильно навязывался. И я пришел к выводу, что он как-то вот не смог прочитать мой характер и понять, как надо со мной общаться. То есть, понимаете, ну, как бы не так это все просто. Человеку кажется, что он многое знает, он многое там даже угадывает, но он элементарно не умеет настолько прочитать характер, чтобы поладить, да, просто с собеседником обычным. Поэтому, действительно, это и ко второму пункту относится негативный пример, да, что там физиогномика, лженаука, что там ничего не получается. Но у меня таких проблем нет. Когда я кому-то пишу, и мне что-то надо, да, вот надо завязать разговор, у меня всегда все хорошо. И в жизни на улице я оцениваю, с кем надо связываться, а с кем не надо. Из-за этого я очень, очень много лет не дрался. Ну и так далее. Так, не знаю, что еще я хотел осветить, но во всяком случае подрасслабьтесь немножко насчет преподавания физиогномики. Ах да, и здесь еще нужно упомянуть, что все это видео исключительно демонстрация, да, то есть вот по поводу преподавания физиогномики. То есть ты нам лучше расскажи, как самим определить, ты лучше расскажи, расскажи, как нам самим. Вы уже все поняли про преподавание, да, как это все долго. Поэтому это демонстрация возможностей, как можно, если вы долго, очень долго будете учиться и научитесь. Вот так. Я на сайте работа66.ru, это уральский, ну как бы, по крайней мере, подразделение уральское. Тут очень-очень много вакансий, 500 тысяч вакансий. Сначала я хотел показать, с какими людьми приходится вообще иметь дело, когда листаешь сайты вот с резюме. Ну это вот такие люди. Смотрите, я открыл любимый свой раздел, который мне ближе всего, работа с людьми. Это продажи. То есть, да, в продажах постоянно нужно работать с людьми. То есть, пожалуйста, менеджер по продажам, да, вакансия. Менеджер тоже по продажам или там почему, ну по работе с клиентами. Смотрите, торговый представитель. Видите, да, какой торговый представитель. Вот, пожалуйста, менеджер. Вот, пожалуйста, администратор. Да, вы видите, какие фотографии люди для работы, да, размещают на сайте официально. Вот моя фотография. И вот, пожалуйста. Тут, ну, я замыливаю, да, то есть, вам нужно было бы видеть эти глаза, конечно, но это просто жесть. То есть, вот такими кандидатами, понимаете, полбеды, что вот такие кандидаты. Основная беда заключается в том, что на стороне работодателя такие же люди сидят. Понимаете, такие же. То есть, вот, пожалуйста, вот такие люди сидят. Ну там не совсем, да, ну вот чаще, конечно, будут вот такие. Но они принимают людей исключительно по какому-то наитию. Исключительно по, ну, не знаю, вот у них есть какие-то очень странные представления, да. Ну и получается, с одной стороны, ну, здесь в списке куча фриков, которые там пишут зарплата от 80 тысяч, там и ближе не подкатывайте. С другой стороны, ну, сами же работодатели вот такие вот сидят, кривые, хромые, косые. Надеюсь, никого не обидел. Вот, ну, то есть, это была просто фигура речи, никого не хотел обидеть. Ну, в общем, смотрите, давайте я сейчас немножечко буду комментировать, так, листать и комментировать, а прерывать это на кандидатов. Я надеюсь, что я найду сейчас пару нормальных кандидатов, да, в перерывах между их описанием. Буду, ну, тут немножко пролистывать. То есть, вот здесь передо мной сейчас, ну, такой конкретный мужчина, нормальный, в принципе, исполнительный, но недалекий. То есть, ему поручить какое-то, ну, вот, ответственное поручение, он не все сможет свести вместе, не все сможет обосновать. Это видно вот по глазам, по тому, как он такой вот, как бы, лицо так слегка приподнято и такой, как бы, прищуренный непонятно куда, брови так неопределенно. В общем, у человека такое даже толком выражение лица не сформировалось. Ну, вот здесь молодой человек, менеджер по продажам автомобилей, такой, в принципе, ну, ничего, может работать, нет такой какой-то зрелости закалки, такой жизненной. Ну, в принципе, автомобили продавать, там, если это не суперкрутые какие-то автомобили, в принципе, может. Здесь молодой человек, который вот вкладывается в понты и пафос, но при этом он не злой, такой на позитиве, но видна чуть-чуть по бровям, по глазам, чуть-чуть видна безалаберность, такая ответственность. То есть, безответственность немножко. Но зато компанейский, то есть, на корпоративах отлично будет отрываться, со всеми веселить всех. То есть, в принципе, для многих работ то, что нужно. Ну, здесь вот мужчина немножечко такой, немножечко несуразный. То есть, глаза такие, вот он, ну, ну, такой, ну, не очень у него способности там интеллектуальные. Ну, здесь человек, ну, такой, да, в костюме такой весь, вычищенный, вымытый, приличный, но тоже недалекий. Хотя вот на управляющего, на администратора метит. Так, здесь у нас позитивный спортсмен с ясным взглядом, такие здоровые ценности, такой честный, открытый такой взгляд, нормальный, при этом, ну, такой, ну, не особо, я бы не сказал, что наивный. Ну, довольно представительный, вот, торговый представитель, менеджер по продажам, 24 года, выглядит так поконкретнее и постарше своих 24 лет. Несмотря на то, что там у него написано, что сейчас он работает на позиции чуть пониже, не буду озвучивать, но вполне, как бы, представительно хорошо выглядит. Ну, тут у нас нежная, романтическая девушка, романтическая, студийная, отфотошопленная фотка, банковский специалист. Слегка такая, тоже немножко, ну, может справляться, ну, с кассиром может она справляться, консультант ей, ну, вообще она консультантом может быть очень милым, хорошим. Так, ну, тут у нас немножко, ну, не хочу эту комментировать девушку. Так, мужчина у нас, парень, ну, тоже такой, немножко ограниченный, еще голова так, дисторсии камеры увеличена, ну, знаете, искажение, камера искажает. Вот, такой, такие губы у него поджаты, такие говорят совсем о таком уме ограниченном, такой, ну, это не сотрудник, это не по продажам, это так. Так, вот у нас интересный мужчина, менеджер оптовых продаж, очень у него такие искренние глаза, вот именно, знаете, чем человек более лживый, ну, есть разные проявления. Кто-то именно щурит глаза, у кого-то они такие злые, напряженные, у кого-то они начинают прикрываться верхними веками, то есть, вот верхние веки начинают так сверху, ну, вот, аж до зрачка, вот так начинают. У коррупционеров часто такие глаза, еще такие в некоторых фильмах у Сталлоне бывали. А тут именно такие, ну, ясные, такие вот именно добрые, такие, ну, очень хорошие, искренние глаза, взгляд очень добрый. Улыбается тоже так довольно безмятежно, то есть, угадывается здесь нормальный ум, человек такой позитивный, не в напряжении, ну, и там, учитывая, что написано, что он там долго работает именно руководителем отдела, видно, что у него все гармонично, справляется прекрасно со своими обязанностями, на хорошем счету. То есть, ну, рассматривает, да, там, какие-то варианты для перехода, но, ну, как бы, более-менее у него все стабильно, все хорошо, нормально, то есть, такому человеку я бы доверил работу. Это, ну, действительно, хороший кандидат. Тут непонятная девушка, торговый представитель, ну, тут такая пытается себя, женщина 31 год, выглядит на девочку такую помладше, неопытную, немножко со стереотипами, комплексами. Ну, скажем так, какие-то монотонные операции, ее посадить, в принципе, нормально будет справляться, там, занозой в заднице не будет, нормально. Так, это она же, ну, тут такой менеджер-кладовщик, ну, на кладовщика тут человек точно не тянет, вот, поход с деятельности нет, там, при его возрасте совсем, там, за 20 лет недалеко. И такие глаза слегка такие наивно опечаленные, немножко. Так, ну, тут девушка, ну, такая, да, на продавца-консультанта тянет. Вот здесь женщина, вот здесь же осанка, рука на талии, наклон головы такой, ярко выраженная такая ровная линия. Вот это интересный экземпляр, глаза такие, вот, ну, не знаю, вот, как это правильно описать, как они посажены. Такие линии бровей хорошие, такие, ну, в общем, человек и амбициозный такой, ну, как бы и знает себе цену, и уровень культуры такой прослеживается. При этом, ну, никакого разврата нет, то есть, ну, такое серьезное и слегка, чуточку жестковатое выражение лица, но не, ну, как бы, ну, без жести конкретной. То есть, видно, что твердо, с характером, умеет, там, за себя постоять. Ну, скажем так, очень такая личность интересная. Вот это, да, вот, меня прямо, ну, так, заинтересовала женщина. То есть, вот ее поставить, она будет смотреть конкретно прямо в глаза клиентам. Вот, конкретно прямо в глаза. Так, ну, тут мужчина абсолютно несуразный, неконкретный, такой, с непонятными вообще, такими, со следами чуть-чуть алкоголя. Такой, ну, вообще непонятный, воровать будет по-любому. Вот, крайним, ну, в общем, всегда будет, как бы, моя хата с краю, да, и одновременно спихивать там все на других. Так, ну, тут женщина чуть более ответственная, но такая легкомысленная, такая в меру представительная, немножечко огорченная жизнью, не критично, в принципе, ну, нормально, можно такую куда-то поставить, не в любую сферу, не там, где акулы бизнеса требуются. Так, ну, тут непонятный, несуразный молодой человек за рулем. Так, вот здесь у нас девушка, торговый представитель, ну, не идеальная, пожалуй, но тоже так видна, ну, как бы, так и честность, и видно, ну, довольно-таки интеллектуальное развитие здесь нормальное, адекватно вот все она воспринимает. Вот, единственное, ну, есть такой некоторый прищур, немножко циничный, то есть, скажем, ну, ну, скажем, девушка не думает постоянно только о том, чтобы радуга была, там, и детки бегали по травке по зеленой, а, ну, такая, может где-то там левую сделку провернуть, ну, знаете как, не в смысле, что ужасная преступница, которая, там, все будет валить, там, дела будет валить на фирме, нет, в смысле, что, ну, при определенных обстоятельствах, ну, знаете, как все люди, да, и 90-е у нас у всех были за плечами, там, росли мы в них, кто и не рос, не знаю, видно, что, ну, может, ну, на какие-то схемы, там, пойти, в принципе, то есть, способно, есть люди, которые вообще боятся такого, да, и никогда в жизни, здесь человек немножко может, но, если работа сама по себе, чистая, прозрачная, все нормально, переживать не надо, то есть, умеет, справляется, все, то есть, ну, можно положиться, можно доверить безо всяких, то есть, она не будет конючить, она не будет постоянно болеть, то есть, нормальная такая работница, на которую можно делать ставку, там, то, что я сказал, там, ну, негативное, вы поняли, это только в определенных обстоятельствах, если, то есть, а человек, ну, нормальный, исполнительный, Хотя, ну, чуточку там, не идеально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, руководитель отдела, не будем говорить какого. Ну, тут мужчина очень жесткий, маниакальный. Прямо с таким, очень таким, вот, твердо таким, ярко выраженным, таким комплексом, вот, власти. Вот, ему нужно подавлять, ему нужно управлять, но именно управлять жестко. Так, чтобы все аж прогибались. Он так вот, прямо, ну, вот такие, у него такие вот, прямо, челюстные мышцы, скулы такие. Вот, он так их сжимает постоянно. Тут такие складки заложены, так, брови вот посажены, глаза прищуренные, такие напряженные. Губы так плотно сжаты. Ну, прямо такой вот, ну, с коллективом ему... В общем, если его с каким-то оборудованием вместе оставлять, то, ну, наедине, пожалуй, да. А вот именно с людьми, там, с коллективом, ну, он будет подавлять. С другой стороны, если, если есть какой-то там филиал у кого-то, где очень расхлябанная дисциплина, да, и за вот этим человеком предполагается жесткий контроль, но он с них, чтобы шкуры, там, драл, да, 3 шкуры, 7 шкур, то да, он будет. Он там с них все шкуры вообще спустит, какие есть. Главное, за ним присматривать, чтобы это реально в маниакальную уже стадию не зашло. Ну, в общем, так. Ну, тут, боже, это несерьезно. Тут такая неконкретная девушка. Повторы там есть. Ой, ну, молодой человек такой, ну, абсолютно, ну, ему не знаю, там, ну, показываться вот действительно в каких-то смешных видеоблогах, там, задним планом. Ну, абсолютно несерьезный, для работы никуда не годится. Так, ну, тут такой слегка недобросовестный по-своему, ну, такой слегка, ну, знаете, вот типичный такой человек, который окурки под ноги бросает, плюется, там, выйдя, ну, то есть, женясь, получается, все равно ходит по бабам, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, такое, ну, тут у нас Залихватский молодец за рулем. Тут у нас девушка такая, ой, ой, такие глаза. В общем, мнение о себе есть высокое, при этом, ну, очень мало чего понимает о жизни. Скептические такие губы, скептический настрой, такой заостренный нос и такие брови, немножко так агрессивно, немножко так хищно посажены, в общем, такими дугами. В общем, ну, это не то. Ну, и вот моя самая любимая кандидатка. То есть, здесь практически вообще все сочетается. То есть, отличное понимание, какая должна быть фотография, да, то есть, вообще говорит хорошо о, ну, об адекватности человека. Ну, и, как бы, понимание делового стиля одежды, там, и все такое. То есть, написано менеджер по работе с клиентами, да, и, ну, человека, и опыт работы, и все такое. Тоже ясный, чистый взгляд, но при этом такое, ну, вот слегка по, ну, скажем так, вот по разрезу век очень хорошо видно прагматик человек или наивная дурочка или еще что-нибудь. Здесь исключительно прагматик, брови вот сделаны, как бы, линия их выбрана, да, человек же сам перед зеркалом, ну, женщина сама каждый день выбирает, какие у нее должны быть брови. И вот она интуитивно чувствует, какой у нее имидж должен быть, да, на эту линию вырисовывает. И вот здесь, как бы, все так эстетично, миленько, аккуратненько и никуда больше, то есть, не вычурно, ничего. Опять-таки, здесь и по скулам, вот по этим мышцам и по губам видно, что тоже вот прагматик, конкретно реалист, понимает, как все сделано, как все устроено. При этом никакой злости, ничего отталкивающего. Видно, что, ну, как бы, вот, особенно, когда вот эти шейные мышцы, мое любимое вообще место у женщин, у девушек, когда вот тут немножко проявляется, видно, что есть женственность, женский темперамент. Это всегда оправдывается, когда вот так вот, если видели фильм «Отчаянные домохозяйки», там вот эта рыжая высокая была, которая еще в районе Мелроуз в старючем сериале была, Кимберли. Вот у нее там эти мышцы прямо аж капец как торчат, она такая там слишком вычурная стерва, то есть, у таких наоборот, ну, вот как этот персонаж, как та женщина была, у них, ну, слишком все как бы на показ, слишком все одна актерская игра. А вот когда так нежненько чуть-чуть проявляются и вот эти мышцы там и с такими полутенями, то это женщина, которая, ну, как бы, очень такая, ну, женщина по-настоящему. То есть, которая мужчину может порадовать. Ну, естественно, для работы это, ну, опять-таки, работать же с людьми, то есть, она очень хорошо будет ладить с мужчинами. Ну, и, скажем так, в коллективе ей кто-то может завидовать из женщин, да, и не любить ее. Но если на официальном уровне с какими-то другими женщинами, да, то есть, вот где нужно красиво, правильно говорить, то очень хорошо поладит, будет все замечательно. То есть, это вот моя любимая просто кандидатка из тех, которых я сейчас увидел, это 100% приз. Такую женщину безоговорочно, просто это хорошо, что в Екатеринбурге такие есть и работают. Я удовлетворен, собственно, своим рейдом сегодняшним и, пожалуй, будем заканчивать. Вот так это все происходит, то есть, пару кандидатур нормальных можно всегда, ну, быстро найти, то есть, буквально там за 10 минут можно найти. Это же я комментирую, а так я, когда сам листаю, это все очень быстро происходит. Ну, и по другим областям, по другим профессиям, смотря для чего. То есть, есть лица, которые больше подходят, там, для, именно, ну, аналитики, учета, ревизии, контроля. Есть люди, которые больше, там, годятся, там, для каких-то, для длительной стрессовой работы, там, суровые такие. Есть, там, какие-то сладенькие девочки, которые вот именно, там, допустим, в каком-то салоне красоты, там, администраторами гораздо лучше. Это все определяется, это все быстро, это все легко, поэтому, ну, ноль проблем. Я думаю, еще продолжу, еще сделаю. Ну, и, собственно, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok